Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный стейк Чарли! Ой, чё-то клиентов сегодня так много, всё раскупили практически, уже немножко осталось заготовок бургеров, и немножко мяса, и больше нет ничего. Поставщики чё-то плохо работают. Ну ладно, вроде как ещё есть запасы бургеров. Моя бургерная работает сегодня нон-стоп. От заказов нет отбоя. Аншлаг, вон ещё один клиент. О, Бобис! Здорово, это ты? Бобиан? Здравствуйте, вы обознались. Денис, это ты? А, похож на моего друга. Здравствуйте, что вам? Мне, пожалуйста, и моим работягам вот эти все бургеры, пожалуйста, можно? Можно, забирайте. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать бургеров. С вас тысяча сто долларов. Тысяча сто долларов, хорошо. Тысяча двести, там двенадцать бургеров получилось. Ну и хорошо, тысяча двести. Я сейчас отнесусь со своим работягам, они очень вкусно пообедают. Да, давайте, тысяча двести. Хорошо, спасибо, до свидания. Всего доброго. Ой, так на Дениса похож, на моего друга, на Бобиса из Реала. Дверь там на себя! Уходите, быстрее, не ломайте, уже третий раз мне тут дверь барахли. Вы что ругаете? Иди отсюда, мне дверь ещё сломай давай, иди уже, живо. Ты будешь так общаться, я со своими друзьями приду. Ага, иди уже, дверь на себя открывается, я не ломаю её. Вот, так и надо сразу. Всё, давай, иди отсюда. Ё-моё, блин, чуть не сломал мне там всё. Так, это что получается? Бургеры у меня все раскупили, и у меня остаётся немножко мяса на вертеле, и больше нету. Надо срочно звонить поставщикам, надо Андрюхе звонить, чтобы мясо вёз. Он должен был привезти его сегодня. Так, где там Андрюха, Фоня, вот он. Сейчас позвоню ему. Поставщики плохо работают, а если будут ещё клиенты? Алё, шеф, слушаю. Алё, где мясо? Мясо? Люди требуют мяса, у меня, у меня в кафе мясо кончилось. Когда привезёшь уже, негодяй. И все продукты остальные, помидоры там, и так далее, черри. Да везу, везу, всё, сейчас уже подъеду, Димон. Перед сколько должен быть? Да вот, сейчас уже подъезжаю. Всё, ладненько, давай тогда, ага, хорошо, пока. Ой, ну и Андрюха, вот это да. Я уже испугался, думал, не будет больше ингредиентов, и всё. Пришлось бы людям отказывать. Такое не должно быть. Всегда надо работать от заката до рассвета. Вон он, приехал. Слава богу, быстренько. Фух, Андрюх, я уже переживать начал, что ты не успеешь. Здорово, родной. Чё у тебя аншлаг, здорово. Здорово, да сегодня, представляешь, вообще как бешеные, как просто безумные. Все ко мне, все за гамбургерами, за кебабами, просто все. Весь город, наверное, у меня сегодня был, всё мясо съели. Димон, может быть, дверь откроешь, а? Заходи, 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 заходи. Расставляй здесь, да нет, нет, тут ставь, я разберу потом. Ладно, хорошо, сейчас овощи и фрукты принесу. Погоди, а это, капусту взял свежую пекинскую? Конечно, я всё взял, мясо тебе вот в первой коробке, а тут это овощи. А патиссоны, патиссоны есть? А что такое патиссоны вообще? Ну маринованные патиссоны в банках. А, нет, я не привёз уже. Не привёз, ну ладно. Что надо было? Да нет, их никто и не берёт, нормально. Я просто говорю, что больше ты их не брал. А, окей, окей, брать больше не буду. Всё, вот тут рядышком ставь. Всё, вот здесь мясо, Димон, самое свежее. Прямо вообще мряморная говядина. Блэк Ангус. Стейки? Да, да, самые настоящие стейки. Блэк Ангус специально для твоих бургеров. Понятно, ладненько. Хорошо, Андрюша, давай пока, если что, на связи будем. Ладно, хорошо, давай, цао. Давай, давай, я тут пока разберу всё. О, Андрюха, молодец. Лучший фермер, самая вкусная, качественная продукция у него. Лучшее мясо, лучшие стейки, лучшие фрукты и овощи. Так, ладненько, надо разобрать здесь всё, приготовить. Ну всё, заготовочки сделал, бургеры наклепал, шаурму с кебабом накрутил. Здесь все стейки пожарил, всё разложил. На завтра всё готово. Только один у меня стейк куда-то упал вниз. Непонятно. Не достать его, куда-то делся. Такой огромный шматок вкусного стейка. Куда-то у меня закатился, достать его не могу. И найти тоже. Сквозь землю словно провалился. Ладно, завтра буду заниматься этим стейком. На сегодня всё, рабочий день закончен. Можно идти домой. Можно отдыхать. Тут бургер ещё у меня упал. Всё, можно, как говорится, и отдохнуть. Сегодня хорошо поработал. Как говорится, можно теперь хорошо и поотдыхать. Всё, пошёл я домой. Я в этот раз сумел спрятаться. В другой раз, я скорее всего от него не спрячусь. Он меня найдёт. Обязательно зажарит. Засунет в эту невкусную булку. И меня съедят. Нельзя этого допустить. Нужно найти этого повара. Найти его. И уничтожить. Пока он меня первым, меня не зажарил. Я стейк. Я не обычный стейк. Я стейк Чарли. Я живой. Я самый настоящий живой стейк Чарли. Это значит, что я не хочу умирать. Я хочу жить. Чтоб меня никто не съел. Никто не зажарил. Я ради этого сделаю всё, что угодно. Я не замочу этого повара дурацкого. Так, куда он пошёл, наверное, домой? Ой. А там ещё на выходе люди. С ними тоже нужно разобраться. А то, наверное, подумают. То, что мясо живое. Всем расскажут. Я сейчас всех найду. Всех найду. Люди, куда вы? Я вас сейчас всех уничтожу. Куда ты убегаешь от меня? Ах ты, попрыгучек. Ну-ка сюда. Опа, домой. А теперь я пойду искать... Того самого повара. Ох, сегодня я что-то устал очень сильно на работе. Вообще, пальцы болят, руки болят, голова болит. Ещё эти санкции давление постоянно производят. То одно заблокирует нам, то другое. Хорошо, хоть Андрюха поставщик санкционную продукцию возит. Я даже не знаю, как с ним расплачиваться. Все банки уже платежи не принимают. А Андрюха Армянин в Армении счёт сделал. Хотя бы так можно работать. Так, ладно, а чё я вообще на кухню пришёл? Я есть не собираюсь. Я вообще-то домой хочу спать пойти. Всё, буду спать, сейчас кайфовать. Ой, ужас. Сил вообще нету. Ё-моё. Это ещё чё там такое? Не понял. Это стейк тот, который я потерял. Как такое может быть? Только непонятно, у него рот. Зубы, глаза. Он что, живой? Как может мясо быть живым? Боже, мне что, глючит? Это реально стейк? Блин, пойду посмотрю на улицу. Как такое возможно вообще? Настоящий стейк смотрит мне в окно. Вот жесть какая-то. А ну-ка, блин. Нету? Не понял. И стейка никакого нет. Показалось что ли? Вот блин, блинский. Ё-ка лэ-мэ-не. Ладно, пойду домой. Фух, вот это ужас вообще. Вот это да. Вообще, вот блин. Всякая мерещится. Ерунда. Ладно, спать надо. Ё-моё. Не понял, что за бред? Опять это мясо с глазами. Так, на этот раз я сейчас побыстрее побегу. Точно его поймаю. Что за ерунда мне мерещится? А ну, стоять, мясо! Да ё-моё. Опять показалось что ли? Я что-то не понял. Это уже не смешно. Одно и то же мне мерещится. Мясо это дурацкое. Надо дверь покрепче закрыть. Надо, наверное, пойти водички попить. Ой, вообще. Ё-моё. Да что за бред такой? Ой, опять это мясо в окне. Стейк какой-то. Блин, блинский. Я что, с ума схожу? Быть такое не может. А ну-ка. Попался. Я тебя вижу своими глазами. Ты, мясо, а ну проваливай отсюда. Стейк дурацкий. Э-э-э-э. Ты куда, слышь? Блин, в дом ко мне забежало. Мясо это дурацкое. Ёкерный бабай. Весь дом фигарит. Блин, блинский. Ё-моё. А ну проваливай, гадёныш. Проваливай, гад. Ой, блин. Всю смуту тут навёл. Весь дом развалил. За мной бежит гадёныш. Эх, блин, блинский. Дурачинский. Мясо дурацкое. Стейк, гадина. Получай, надо в доме спрятаться. Надо в доме спрятаться. Срочно на второй этаж. Надо Андрюхе звонить. Это он, наверное, его мне подослал. Это он, наверное, это мне мясо прислал сегодня в поставки. Так, сейчас я позвоню, пожалуюсь на это мясо. Ёкерный бабай. Или я с ума схожу, или что. Непонятно вообще. Алё. А, да. У меня здесь какое-то мясо в доме. Стейк. Он бегает по дому. Всё разрушил. Снизу. Сверху. Всё. Мебель всю поломал. У меня тут дома мясо, стейк. Приезжай сюда. Что ты мне сегодня продал? Ты чё, переработал, что ли? Какой стейк? Какое мясо? Ты чё? У тебя что-то приснилось? Срочно приезжай, Андрюха, ко мне домой. Ладно, хорошо. Сейчас буду. Давай. Ой, блин, блинский. Быть такого не может. Я реально сошёл с ума? Да вроде нет. Я видел это мясо своими глазами. Ладно, надо сидеть в комнате, ждать, пока приедет Андрюха. И вместе с ним уже разбираться с этим мясом. Но где там Андрюха этот? О-о-о-о, подъехал, подъехал. Блин, мне страшно спускаться. Ладно, придётся выйти из комнаты, совершить ошибку. Ладно, сейчас я посмотрю. Мяса этого вроде нету. Шо он звонит, дурак? Шо он звонит? Алё, заходи, там открыто, там открыто, заходи. Чё, могу зайти, да? Да, заходи. А только аккуратно, там мясо. Какое мясо? Ладно, сейчас буду. Блин, блинский. Страшно мне. Надеюсь, Андрюха зайдёт его, это мясо не убьёт. Здорово, я здесь, здорово. Димон, ты чё, знаешь, с работы не переоделся? А чё у тебя тут какой-то кошмар происходит за хаос? Не переоделся, это мясо. Оно мне тут всё разломалось. Стейк Андрюха какой-то. С глазами, с артом. Он тут бегал, всё разрушал. Он был у меня на заднем дворике, он где-то в доме. Будь аккуратен. Димон, я тебе всегда привожу свежее мясо. Ещё нераза не было на моей ферме, чтобы мясо сбунтовалось и устраивало переполоху хозяина, блин. Но я тебе говорю, Андрюха, что было мясо, я вот здесь его увидел. Последний раз вышел на улицу, он как в дом забежал, как начал суетить. Всё разломал мне и меня чуть не убил. Повезло мне спрятаться, Андрюха. Да ну, бред какой-то. Это у моих конкурентов постоянно происходит, то, что мясо оживает. Вот это вот, я слышал, по новостям передают. У меня же всё хорошо, всё чайки-пики. Слушай, Димон, я, короче, вырвался, кабанчиком тебе подобрался. Отведи в туалет, будь по-братски. А то что-то мне прихватило. В туалет тебе? Вот туалет у меня. Давай сюда, сейчас дам туалет. Может, правда, Андрюха, с ума сошёл? Ну, может, переработал, Димон. Давай быстрее, в туалет надо по-маленькому. Вот, здесь у меня, вот у меня тут туалет. Здесь душ, если будешь мыться, там ванная. Ну всё, Димон, не подсматривай, а? Ладно, всё, не подсматривай, давай, иди в туалет. Выйди. Ой, ну и Андрюха, ой, ну и ужас вообще. Реально, кажется, с ума сошёл. Надо психологу позвонить, или психиатру, или психотерапевту. Димон! Чё такое, Андрюха, чё там, тараканы? Димон! Вот оно, я про него говорил. Вот это мясо, вот этот стейк, Андрюх, вот оно. Капец, это чё, реально, я тебе привёз? Ну вот оно, вот я говорю. Увидел у дома. У меня ни разу, ни разу такого не было. Капец, я пошёл руки мыть, смотрю. А это мясо, это стейк Чарльз. Если увидишь его возле дома, срочно беги, это не к добру вообще совершенно. Стейк Чарли? Да, это стейк Чарли, всё правильно. Бежать надо? Да, бежать, давай быстрее к моей тачке. Если увидишь возле дома, срочно беги, так побежали, побежали. Быстрее, 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 быстрее. Побежали, побежали, он не даёт выйти. Он подпёр, подпёр, подпёр дверь. Выходи, выходи, Андрюха, выходи, выходи. Да быстрее к машине, быстрее к машине. Давай машину, садись, заводи, Андрюха, заводи, заводи. Андрюх, он тачку сломал. Что? Андрюха, он машину сломал, колеса сломал. Блин, Дима, он машину мою сломал, что делать будем? В гараж ко мне, в гараж, в гараж, в гараж ко мне. Подожди, подожди, что он у тебя открывается, нет? Да, тут надо подпереть, вот, открывается, заходи, Андрюха. Закрываю, 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 кнопку нажимай. Всё, ух, ё-моё. Капец, это самый настоящий стейк, Чарльз, это кровожадный стейк-убийца. Он приходит, убивает тех, кто хочет его зажарить. Ух, блин, что же делать-то теперь, Андрюха, что же делать-то теперь, бежать надо, машины нету. Подожди, подожди, у меня машина сломалась, надо подумать. Думай, голова чёрная, думай, думай. Сейчас что-нибудь придумаю. Ну, придумал? Да, у меня есть идея. Ну. Мне кажется, это мясо плохое, потому что его нужно отбить, его не отбили. Его нужно как-нибудь отбить битый, либо какой-нибудь молотком. У тебя есть что-нибудь такое дома, а? Не знаю, Андрюха, не помню. Ну, надо подумать, нет, Андрюха, у меня такого вообще ничего нету. Дома у меня пусто, да, нет ничего такого. Тогда нужно ко мне как-то добраться, чтобы этот монстр нас не уничтожил. У меня есть битые всякие молотки, мы сможем его отбить, это мясо хорошенько, и оно просто распадётся на соли молекулы. Мы сделаем из этого стейка Чарли отбивную. Ну, погнали, Андрюха, я открываю дверь и бежим к тебе тогда. Раз, два, три. Только надо быстренько, чтобы у нас не заметил и не догнал, где он? Погнали, вон он стоит, вон он дома, бежим, бежим, Андрюх, к тебе, погнали, погнали, погнали. Блин, капец, вот чудеса, вот же бывает, а? Да, это стейк Чарли, бежим. Поторопись, Андрюха, он нагоняет. Он сзади в натуре, давай быстрее до моего домика, там возьмём предназначение для того, чтобы отбить это мясо. Я забыл, который твой трейлер? Вот, слева, слева, где флаг, вот, вот этот, вот этот. Вот этот с флагом, давай, Андрюх, есть какой-нибудь молоточек, сейчас отбивную сделаем. Так, бери молоток на плите, я беру битту на всякий случай, чтобы посильнее было отбивать. Так, я взял хаммер, Андрюха, молоточек, сейчас давай. Работаем. Ну что, делаем отбивную сделаем, погнали. Делаем, делаем, брат, делаем. Делаем отбивную, иди сюда, стейк Чарли, получай, гад, по зубам. Нужно мясо хорошенько отбить, чтобы можно было его окончательно приготовить, Димон. Так это не всё? Нам, мы, мы что, не убьём молотками? Нам нужно его зажарить, что ли? Да, Димон, это ещё не всё, его нужно будет потом поджарить. Ну всё, как нормальные готовки, ё-моё. Ё-моё, Андрюх, ну мы, ну мы как его зажарим? Мы же тут его уже очень сильно отбили. Смотри, какая динамая. А вот тут я не знаю, как его жарить, он здоровый такой стейк. Надо что-то большое, массивное, источник огня какой-то нужен. Блин, Андрюх, нам бы огнемёты где-то найти. Ёкерные папайи, давай отступаем пока. А здесь мы найдём огнемёты. Но мы его хорошо отбили, отбивную сделали. Так, хорошо, мясо отбили, осталось только поджарить. А здесь же вот, смотри, машины сжигают у тебя, утилизация машин. Может, у них есть что-нибудь огненное? Может, реально огнемёты есть? А давай посмотрим. Давай сюда, давай здесь спрячемся. Тут есть люди. Так, Андрюх, здесь же утилизация машин. Вот, смотри, как нам повезло. О, у них здесь есть огнемёты, с помощью которых мы можем зажарить стейк вот этот, который только что отбили. Смотри. Офигеть, Димон, реально рабочая схемка. Да, они этими огнемётами машины поджигают. Тогда ещё возьму один. Ну да, ты прав, ты прав. Давай сожжём тогда его, подожжём. Зажарим и потом съедим. Пойдём, пойдём. Правильно, Андрюх, говоришь, пойдём. Слушай, я бы, знаешь, что сделал? Добавил бы соль, специи по вкусу, чтобы было вкуснее. Жги лучше его, жги. Ты уже заигрался, мне кажется. Мы в смертельной опасности. Ну ладно, ладно, хорошо. Я жгу как могу, Димон, только ты не подожгись. Я жгу тоже как могу, да он достал, на меня бегает. Возьми его на себя. Да, взял, 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 взял. Смотри, ну нифига он горит реально. Да, жги, жги, Андрюха его, со всей дури. Зажигай его этот стейк. Давай, Димон, ты у нас самый лучший повар. Самый лучший бургер у тебя на районе. Сейчас мы его поджарим, Андрюха. Сейчас мы его поджарим, этого гада. Блин, нифига ты тобой погнался-то как, а? Ага, жёстко, блин. Он дудосит, бьёт меня, Андрюха, жёстко, сильно. На! Ух. Всё, сожгли его, что ли? Походу, Андрюха, мы испепелили его полностью. И выгнали из нашего мира. А я поесть хотел, Димон. Походу, мы переборщили и просто его зажгли в натуре. Да слава богу, Андрюха, что мы уничтожили этого стейк-чарли. Фух, теперь он нам даст это. Теперь он настощение убьёт. А если ты хочешь покушать, Андрюх, пойдём ко мне, я накормлю тебя вкусной едой. Ну давай займёмся этим, а то я голодным, блин, на ночь глядя. Андрюх, слушай, а стейк-чарли это из игры, да, вот этой, проклятой? Ну да, я в интернете про это читал, говорят, что он из игры приходит. Ой, блин. Игра-то тоже проклятая. Кажись, если мы увидели этого стейк-чарли, я даже не знаю, Дрюх, кажется, мы проклятые. Ты думаешь? Блин, надо, наверное, в церковь сходить, свечку поставить. Во, отличная идея, брат. Давай после еды так и сделаем. Ну всё, давай, не отставай, Андрюх. Да я не отстаю, я бегу. А тебя в детстве тоже огнемётом вот так вот сделали? Ну да, есть такое, немножко поджарило. Ну что ж, дорогие друзья, такой замечательный ролик у нас получился. И мы с Андрюхой надеемся, что вам всё понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положили комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого лучшего. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Bye-bye, дорогие друзья.